Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Слово о деле. Авторский проект Андрея Усенко на 101FM. Добрый день, уважаемые разделослушатели. В нашей студии 1308 в эфире программы «Слово о деле». Веду я, Андрей Усенко. Сегодня у нас в гостях очередной специалист. Наш гость не кировчанин, гость из Москвы. Я хочу приветствовать в нашей студии Николая Карасева. Генерального директора агентства выставочного консалтинга «Экспоэффект». Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Николай, вот агентство выставочного консалтинга «Экспоэффект». Даже из названия хорошо, четко, ясно и понятно, чем вы занимаетесь. Консалтинг, выставочная деятельность, причем, видимо, с определенной эффективностью. Выставки, ярмарки, форма продвижения товара, которая известна давным-давно. Не ошибусь, что если это идет там из даже не средних веков, а, наверное, еще раньше. Всегда хотелось, прежде чем что-то купить, попробовать. Ну, в привычной нам форме, наверное, да, это средние века. Всегда хотелось что-то попробовать, надкусить, прежде чем там приобрести. Вместе с тем, этой форме продвижения товаров в начале 2000-х предрекали вообще быструю смерть в связи с распространением новых информационных технологий. Мы видим, что уже технологии-то изменились, а выставки все равно еще остались. Вот, на ваш взгляд, и по вашему профессиональному мнению, выставка вообще это универсальный механизм? Либо он все-таки трансформируется со временем, адаптируясь к тем экономическим условиям, в которых, собственно говоря, он и применяется. Насколько выставка подстраивается под рынок, или же рынок больше реагирует на, ну, как бы, рынок формирует заказ на выставку? Я понял интересную постановку вопроса. Трансформируются ли выставки, да, со временем, да, происходит ли с ними какие-то кардинальные изменения? Ну, вот я задумался, да, на самом деле, действительно, может быть, там, со средних веков сам формат встречи, да, поставщика и потребителя продукта, неважно, какой он там товар или услуга, да, вот сама суть выставочной деятельности не изменилась. Площадка для встречи поставщика и потребителя. Причем физическая встреча. Физическая, живая, глаза в глаза, да, личный прямой контакт. Думаю, суть выставки не изменилась до сих пор. Меняется, может быть, антураж, место проведения, инфраструктура развивается, совершенствуется, комплекс услуг дополнительных, которые сопутствуют выставочному мероприятию, развивается, безусловно. Но суть, то, на чем основана выставочная деятельность, не меняется, и в этом, я считаю, сила выставок. Выставки для людей, и, соответственно, на мой взгляд, они будут востребованы до тех пор, пока люди будут оставаться людьми, до тех пор, пока людям будет необходимо живое общение. Средства коммуникации развиваются стремительно. Ну, вот тут, я не знаю, сразу провокационный вопрос, а до каких бы это пор? Ну, может быть, до тех пор, пока не будет изобрено какое-то техническое средство, виртуальная, может быть, встреча, да. Вот научные фантасты рисуют картинки, когда человеку не нужно будет выходить из дома, и, тем не менее, он сможет с кем-то встречаться дистанционно, посредством, там, аватаров, да, каких-то своих проекций. Ну, понятно, то есть не только общение виртуальное, но и виртуальное присутствие где-то. Виртуальное присутствие где-то может быть, в чем еще сила основная выставок, да, возможность прямого контакта не только с человеком, но и с продуктом. Возможность его оценить вживую, попробовать в действии, прикоснуться к нему в конце концов, да, включить что-то, выключить. Вижу-верю, да, вот как работает, собственно, психология людей. Люди у нас очень недоверчивы, по крайней мере, в России, да, по понятным причинам. Поэтому для них выставки будут особенно актуальными, я думаю, еще очень-очень долго. Ну что ж, будем на это надеяться, и для меня, и для вас это является сферой профессиональной деятельности, поэтому, что называется, надеюсь, на наш век хватит, да? Да, да. Но, Николай, вопрос-то мой был с подвохом, уж извините, что начинаю вот программу так, но я надеюсь, что она настроит нас на соответствующий лад. Раз уж выставки за столько времени их проведения особо не меняются и, по сути дела, остаются одним и тем же, зачем тогда выставочный консалтинг? Хороший вопрос. Знаете как, вот я иногда приглашаю участников на свои занятия, на семинары, да, ну, некоторые говорят, ой, да чего мы пойдем, мы в выставках участвуем 20 лет, да, или там 15 лет. Я пришел к такому выводу, что опыт, конечно, вещь важная, безусловно, эмпирическим путем, опытным путем, да, методом проб и ошибок, какой-то опыт накапливается, безусловно. Но, с другой стороны, количество неправильных повторений в итоге действие в правильное не превращает, то есть мало участвовать в выставках. Я думаю, это не только к выставкам относится. Ну, вообще, да, такая мысль. К жизни, да, хорошее правило, да. Да, поэтому часто люди неосознанно, например, потенциал коммерческих выставок не используют на 100%. Это касается процесса подготовки к выставкам, естественно, оформления стендов, представления продукта, ну, и главное, это работа персонала. Все-таки в основном, большая часть времени люди проводят в офисе. Офисный режим работы кардинальным образом отличается от работы на выставочном стенде. Одно дело, человек сидит в привычной комфортной среде, окруженной коллегами, предметами, знакомыми, да, среда для него знакомая. И другое дело, его с этого теплого, насиженного места срывают и бросают на выставочный стенд, где работа уже приходится не в роли офисного клерка, а продавца-консультанта в супермаркете или в парфюмерном магазине. Да, и здесь уже такая пассивная модель не подходит, здесь нужно вести себя активно. Не все далеко к этому готовы. Многие считают, что достаточно обозначить присутствие на выставке, расположившись на стенде. А подготовка? Ожидая того, что посетители сами зайдут и сами всем спросят. А подготовка к выставке заключается в том, чтобы набечатать достаточное количество визитных карточек. За неделю где-то, да. И быстренько оформить стенд. Да, совершенно верно. При таком подходе, конечно, рассчитывать на максимальный результат не приходится. Выставки хороши. Вот я всегда, если есть сейчас у нас возможность такую аналогию провести. Да, мы обсуждаем, конечно. Я на семинарах часто привожу такую аналогию. Участников спрашивают. Представьте, вы приобрели абонемент в фитнес-центр. Представили? Представили. Зачем вы покупаете абонемент в фитнес-центр? Ну, ответы разные. Кто-то говорит, физическую массу увеличить, да. Кто-то просто для того, чтобы быть в тонусе, в форме. Кто-то уменьшить, чтобы. Может быть, может быть. Кто-то говорит, там, пообщаться, я прихожу туда. Ну, окей, в любом случае, деньги заплатили, а результат ожидаемый нужно еще получить, да, от того, что ты... Над ним поработать. Абсолютно верно. От того, что ты заплатил за абонемент в фитнес-центр, сердце быстрее не забьется, да. Мало прийти в зал, сесть где-то в уголке и два часа там отсидеть свои. К выставкам некоторые относятся примерно так же. Мы заплатили деньги, организатор обязан нам результат обеспечить. Все, что от нас требовалось, мы сделали. Мы заплатили за входной билет. Но как в фитнес-центре этого недостаточно, так и на выставке. Мало просто сесть и ждать у моря погоды. Но выставки даже лучше, чем фитнес-центр. Почему? Потому что если в фитнес-центре сесть в уголке и отсидеть свои два часа, действительно ничего не произойдет. К примеру, здоровье сильно не улучшится. На выставках, даже если просто обозначить присутствие, найдутся люди, которые зайдут, спросят, растормошат, в итоге свои деньги оставят именно этой компанией. Но, на мой взгляд, сегодня мало брать просто то, что само идет в руки. То есть пассивная форма здесь... Абсолютно верно. Эти клиенты и так к вам лояльны, они и так настроены на работу с вами. Бороться за тех, кто не решил еще с кем работать. Бороться за тех, кто решил работать не с вами. Вот ресурс для повышения продаж. Многие до этих высоко висящих плодов не добираются. Это срывает только то, что под рукой. Хорошо, но вот если мы с вами начали говорить об участниках выставок, об экспонентах, собственно говоря, та аудитория, с которой вы постоянно работаете. Вообще, по вашим оценкам, я знаю статистику, которую ведет профессиональное сообщество, но вот по вашим оценкам, какое количество процентное показатель предприятий, организаций, которые принимают участие в выставках? Чтобы мы понимали, о чем идет речь. Вы знаете, процент этот, к сожалению, очень небольшой. Насколько мне известно, из реестра юрлиц, которые зарегистрированы в Россию, это несколько миллионов компаний. Там в одной Москве только несколько миллионов. По России, сами представьте, какой-то масштаб. Так вот, по некоторым данным, в российских выставках принимают участие, ну, данные разнятся, точных цифр вряд ли кто-то назовет, но разных источников это от 80 до 120 тысяч компаний. Вот он, объем участников выставочной деятельности со стороны экспонентов. А в реестре зарегистрированы миллионы. Да, но если вот говорить в процентах, то по данным Российского Союза выставок и ярмарок, совсем недавно это обсуждалось, и это, собственно говоря, перед профессиональным сообществом ставится как некая проблема, да, то есть показатель 1-2%. Наверное, так и есть, соглашусь. От общего количества компаний, при том, что, извините, я продолжу мысль, да, там, на развитых выставочных рынках, там, этот показатель, ну, доходит до 10-15%. То есть, ну, по сути дела, там, речь идет о том, что мы на порядок отличаемся. И это ведь о чем говорит? О том, что и сама индустрия недорабатывает. Возможно. Но и предприятие не использует выставки как инструмент маркетинга, который, ну, достаточно общепризнанно является одним из самых эффективных. Вот мне здесь, собственно говоря, интересно ваше мнение по поводу того, что, ну, что делать индустрии, еще более-менее понятно, да, а что делать с предприятиями? Каким образом донести до них, достучаться об эффективности этого инструмента? Ну, здесь, знаете, проблема двоякая. Вот, возвращаясь к первому вопросу, да, зачем нужен консалтинг выставочный? Отчасти задачей является популяризация выставочной деятельности. Сегодня, к сожалению, некоторым компаниям, да, что там говорить, некоторым, многим компаниям приходится объяснять, зачем нужны выставки, да, почему нужно в них участвовать, в чем сила выставок, в чем преимущество выставок в сравнении с другими каналами продвижения. У всех перед глазами интернет. Давайте вот коротко, зачем нужны выставки? Вот у нас с вами сейчас слушатели, это руководители тех же самых компаний, там, топ-менеджмент, специалисты, менеджеры, которые занимаются продажами. Вот зачем нужны выставки? Выставка, выставочная деятельность, это часть маркетинговой, рекламной, с бытовой программы компании, да, в уставах коммерческих предприятий, в пункте номер два записаны очень простые слова. Целью создания деятельности организации является извлечение прибыли, поэтому вся деятельность, которую компания проводит, так или иначе направлена на извлечение прибыли. Выставки, как и реклама, маркетинг, пиар, направлены на извлечение прибыли. Прибыль нам приносят клиенты. Постоянные и потенциальные выставки нужны для того, чтобы привлекать новых клиентов и удерживать клиентов постоянных, которые приносят компании коммерческую выгоду. Все очень просто на словах, да, но на деле, когда компания решает, какой из каналов продвижения выбрать, ну, не секрет, что большинство идут по пути наименьшего сопротивления, да, по простому пути. У всех на глазах интернет, например, да. Разместил там баннер или оплатил контекстную рекламу, сиди и жди, собственно, результат. Усилий прилагать не нужно. В отношении выставок, ну, продолжая аналогию с фитнес-центром, да, мало просто обозначить присутствие. Необходимо прилагать усилия. А далеко не все люди, а, хотят эти усилия прилагать, б, не располагают информацию о том, как их правильно прилагать, скажем так, умеют прилагать, как это делать. Да, поэтому в первой части наша задача популяризировать выставочную деятельность, популяризировать выставки как канал продвижения, эффективный канал продвижения. А во второй очередь показывать, как этим каналам грамотно использовать, как грамотно пользоваться, как его использовать, в чем его преимущество в сравнении с другими каналами продвижения. Ну, если коротко, я могу назвать ключевые преимущества выставок, да, чтобы было понятно. Конечно, прежде всего, это, конечно, живое общение, живой контакт, контакт лицом к лицу с клиентом, постоянным или потенциальным. Кто-то скажет, ну, а что выставку ждать? Мы каждый день, собственно, с клиентами общаемся и продавцам зарплату за это платим. Согласен, прямой контакт можно не только на выставке осуществлять, но сколько мы контактов в день проводим в обычной жизни? Ну, один-два максимум, да? На выставке через каждого из наших продавцов может проходить 10, 15, 20, а то и 30 клиентов потенциально. Интенсивность работы гораздо выше. А чем раньше мы эти контакты осуществим, тем быстрее они начнут на нас работать. Каждый день после выставки начинает работать на нас. В обычной жизни на то, чтобы столько контактов обработать, может уйти несколько недель, а то и месяцев. Здесь 4-3 дня, и все последующее время начинает работать на нас. Ну, и качество контакта. Конечно, качество. На выставку часто приходят люди с полномочиями принять решения о закупках. Люди высокого статуса. Почему они туда приходят? Потому что их работа принимать решения. Для того, чтобы решение было обоснованным, нужно располагать информацию из первых рук, общаться с людьми такого же статуса, вживую иметь возможность контактировать с продуктами, представленными на выставке, сравнивать эти продукты. И на основе собранной информации принимать решения. Многие руководители, коммерческие директора, байеры, закупщики очень любят выставки, потому что они позволяют как раз напрямую контактировать с поставщиками, с которыми потом, возможно, придется дело иметь, и сравнивать ассортиментный ряд. Компании, которых нет в этом ассортиментном ряду, в ряду сравнения, ну, заведомо проигрывают. Ну, и вот, извините, я тоже вклиню здесь, потому что не могу не сказать выставки, все-таки, по-моему, ощущение, такая комфортная площадка для диалога и разговора. Человек изначально туда приходит настроенным на открытый разговор. Абсолютно точно. А не сидит в офисе, как обычно, и пытается отбиться от этих телефонных звонков. Причем с того, что он сам туда пришел, да, то есть он находится в активной фазе поиска и сбора информации, в отличие от обычной ситуации, когда мы ему звоним и пытаемся вот каких-то дел рутинных отвлечь. Здесь он приходит сам, у него есть полномочия, прям эти решения, у него есть заинтересованность. Если он сам к стенду подошел, наша задача лишь этим интересом воспользоваться. Грамотный и профессиональный. Да, превратить этого клиента, превратить этого пустителя в своего клиента. Что еще? Вы правы, комфортная атмосфера. Когда, например, мы приглашаем клиента к себе в офис, он может испытывать определенное чувство напряжения, да. Даже уже приняв приглашение, согласившись в офис приехать. Я уже на себя какие-то обязательства принимаю, да. Раз приехал, значит, должен покупать. Не все далеко любят на себе ощущать вот это давление дополнительно. И далеко не все любят продавцов, камебояжеров к себе в офис приглашать, да. Потому что так или иначе, приняв предложение, да, встретиться, уже абсолютно точно, да. Уже ты что-то подписываешься. Да, эти объявления на дверях все мы видели и знаем. Конечно, да, это правда. Выставка в этом смысле отличается как раз атмосферой психологического комфорта. Это нейтральная территория, напряжение минимальное, заинтересованность максимальная. Поэтому, где как ни на выставке, контакт осуществлять получается. Вот так. Это, пожалуй, ключевые преимущества. Наглядное представление продукта, живой контакт, помноженное на интенсивность этой работы, помноженное на высокий статус людей, которые приходят на выставки, помноженное на психологическую атмосферу комфорта. Все это создает условия для развития бизнеса, для решения массы задач, не только с бытовых, кстати, да. Выставки позволяют решать... И позиционирование, изучение рынка, сопоставление с конкурентами, конечно. Конечно, и рекламные задачи, и имиджевые задачи, и коммуникационные задачи, и производственные задачи. Ну вот смотрите, мы поговорили о выставках в целом, как об инструменте маркетинговых мероприятиях, но, собственно говоря, возвращаясь к началу программы, даже к ее названию, слово «отдели». Вот для вас делом является выставочный консалтинг. То есть вы учите предприятие правильно, грамотно, эффективно участвовать в выставках. В чем это заключается, на что в первую очередь стоит обращать внимание, не призывая сейчас раскрыть все секреты, хотелось бы понять, то есть раз ваши услуги востребованы, а не востребованы, это значит, что предприятия получают от этого результат. Конечно, да. Я думаю, что наши слушатели точно так же были бы заинтересованы услышать, в чем заключаются типовые заблуждения или ошибки предприятия при подготовке к выставке. А может быть, не ошибки, может быть, недостаточность информации о чем-то. Ведь консалтинг – это такой взгляд со стороны на то, что делает другой человек с точки, с целью ему помочь. Вот если брать в целом взгляд на экономику России, то вот вы, как руководитель агентства выставочного консалтинга, чем могли бы ей помочь? Глобальный, понимаю, вопрос. Проще это делать в разрезе на одно предприятие, но по сути дела я просто говорю о неком обобщении. Я понял. Ну, давайте по частям отвечать. Сама выставочная деятельность – генератор прибыли для компаний, которые платят налоги, соответственно. Вокруг выставочной деятельности генерируется очень много других доходов для, скажем, города, в котором проводится выставка. Приезжают посетители, приезжает экспонент, они должны где-то остановиться. Соответственно, повышается прибыль гостиницы. Это тот самый мультипликативный эффект, на который мы всегда там в качестве преимущества ссылаемся. Конечно, конечно. Когда мы говорим о выставочной деятельности, часто о деньгах, которые в выставочной деятельности присутствуют, все сужается до непосредственно участников этого процесса, до субъектов этой деятельности. Самих организаторов, ну и, может быть, каких-то подрядных организаций. Но вокруг выставок концентрируется много других доходов. Гостиницы, рестораны, такси, культурная программа. Все это приносит доход. Ну да, и значительная часть там, надо еще сказать, их нематериально. Ну, про нематериальные активы вообще можно говорить очень долго. Пиар, пиар-шлейф, маркетинг мест. Да, мы можем много сейчас тут говорить. Там та же Германия, где там один город, вернее, город, где одна выставка в году, и, собственно говоря, весь город этим живет там весь год. Да, да, такое возможно. Не говоря уже о крупных центрах выставочных. Согласен, да. Поэтому, повышая интерес компаний к выставочной деятельности, по сути, мы косвенно влияем на весь вот этот мультипликативный процесс, о котором мы говорим. Начинается все с выставок, а заканчивается многими другими вещами. Целой инфраструктурой. Ну, вот все-таки в консалтинге на что больше в первую очередь обращаете внимание предприятий? Ну, все начинается с подготовительного этапа, да. Ну, скажем так, даже не только с технической стороны, начиная с отношения к выставкам. Отчасти мы уже об этом сегодня поговорили, но стоит акцент сделать. Многие относятся к выставкам по старинке, да. Вот в 90-е годы, мне тогда тоже довелось на выставках поработать, я как переводчик там работал, да, видел всю картину эту изнутри. В 90-е годы ситуация экономическая была несколько иной, чем сегодня. Спрос часто предложения превышал, и я помню ситуацию на выставках, да. Там посетители буквально бились за то, чтобы экспонент продал им свой, там, плоттер, например, да, или какой-то станок именно им. Экспоненты отбивались. Абсолютно верно, потому что заходили люди и буквально дрались. Да, примерно так. Я такие ситуации видел много раз, да, тут нечего скрывать. Продай мне, потому что со мной тут еще вот там трое моих конкурентов приехало из моего города, я хочу, чтобы вот этот станок был именно у меня на производстве, да, и готовы были отдавать действительно большие деньги. Со временем конкуренция на рынке усилилась, клиенты стали более разборчивыми, предложений стало больше. И в такой ситуации недостаточно было просто показать товар, как раньше, да. Раньше была задача какая? Вот там через таможню провести, да, привести товар. Вот была какая задача. А уж сбыть это там дело техники. Сегодня мало просто привести. Сегодня действительно нужно товар продвигать, продавать, убеждать людей покупать именно у тебя. Люди стали разбираться, недовольствуются уже малым, да, требования растут. И в таких условиях недостаточно обозначать присутствие на стенде. У многих отношение к выставкам, ну, руководящего состава, да, скажем так, сложилось именно вот в те золотые 90-е годы, да, когда спрос предложения превышал. К выставкам сложилось отношение как к месту, где можно чудесным образом сбывать все, что угодно, не прилагая никаких усилий. Поэтому сегодня, когда компания выходит на выставку и не видит ажиотажного спроса на свой товар, да, а клиенты еще и разборчиво, еще и нос воротит, еще какие-то вопросы задают, еще и конкурентам заходят на стенды и деньги свои неохотно нам отдают. Да, что это такое вообще? Что это за канал продвижения, где нужно еще усилия прилагать? Вот у многих отношение именно такое. Выбирают, что попроще. Какие средства тут, я думаю, все понимают, о чем речь, да, это и интернет прежде всего, да, даже любые виды простой рекламы, да, зарядил рекламу и жди результатов, да. Что требует меньше усилий? Абсолютно точно. Так вот, суть выставок не изменилась, что тогда, что и сейчас, выставки основаны на прямом контакте. Если раньше было достаточно обозначить присутствие, сегодня этого недостаточно. Отношение должно к выставкам измениться. Это не панацея, это не какое-то волшебное пространство, да, где продается все, что угодно, любого качества, в огромных объемах. Ну, собственно говоря, надо изменить ожидания. Конечно, ожидания должны быть более, так скажем, объективными, приземленными, если можно так сказать. Да, ну и цели и задачи, получается, ставятся, должны в данном случае не краткосрочные, непосредственно на выставку. По сути, если мы говорим, что выставка – это инструмент, это значит, что посредством этого инструмента мы должны решать что-то, да. Не результатом должно быть просто участие в выставке, а через участие в выставке мы должны чего-то добиваться. То есть некий пролонгированный эффект, который предприятие должно получать. Я зачастую на каких-то торжественных мероприятиях желаю своим экспонентам того, чтобы вплоть до следующего выставочного мероприятия они получали эффект от того, на котором присутствуют сейчас. Я думаю, в этом экспоэффект и должен заключаться. Да, именно этим мы и занимаемся. На этом мы и работаем. Что, вот сейчас коротко, что является такой очень яркой и важной проблемой при участии в выставке? Да, мы назвали отношение к выставкам, да, как одной из проблем. Второе – подготовка к выставке, предвыставочная рекламная кампания, анонс собственного участия в выставке. Вот в этом есть проблема. Некоторые рассуждают так – мы платим деньги, организатор должен сделать за нас всю работу, да, собственно, что еще от нас нужно. Реклама собственного участия в выставке, грамотное оформление стенда и представление продукта, так, чтобы он привлекал внимание, обеспечивал условия для работы. Ну и, конечно, работа персонала, безусловно. Ну, в общем, практически, Николай, весь процесс можно назвать проблемным при подготовке. Да, но вот стенд, персонал и пост-выставочное сопровождение контактов – вот это ключевые точки. Вот об этом мы поговорим чуть позже. Мне очень понравилась ваша аналогия с фитнес-центром, и после короткой рекламы мы вернемся к этому разговору. Это программа «Слово о деле». У меня в студии сегодня Николай Карасев, генеральный директор агентства выставочного консалтинга «Экспоэффект». Вернемся после рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. «Слово о деле». Авторский проект Андрея Усенко на 101FM. Это программа «Слово о деле». У меня в студии сегодня Николай Карасев, генеральный директор агентства выставочного консалтинга «Экспоэффект», город Москва. Мы с Николаем до рекламного перерыва говорили о проблемах, связанных с подготовкой и участием предприятий в выставках. Ну, а сейчас я хотел бы к вам, как профессионалу выставочной индустрии, адресовать вопрос о том, собственно говоря, какие проблемы испытывает сама индустрия на данный момент. Мы поговорили о том, в чем недорабатывают предприятия, но мы прекрасно себе отдаем отчет в том, что и сама индустрия еще не все может предложить с точки зрения своей стопроцентной эффективности. Вот, чего не хватает здесь, на ваш взгляд, на что надо обращать внимание, причем в разрезе регионов и столиц, да, мы понимаем, что это разные рынки, разные подходы. Да, согласен, согласен. Вот здесь какова ваша позиция? Ну, пожалуй, одной из ключевых проблем отрасли как таковой, конечно, является материально-техническая база. Я много езжу по городам России, не только в России бываю, и, конечно, разница между оснащенностью выставочных комплексов в Москве, в Питере, и в регионах кардинальная. Хотя, хотя в регионах тоже появляются достаточно пришного уровня площадки, даже высокого уровня площадки. Ну, могу конкретно назвать нескольких городов, которые отличаются, да, инфраструктурами. Давайте скажем, о Екатеринбурге, где построили. Ну, в любом случае, формальная площадка есть, да, и это лучше, чем дворец спорта, театр, да, и прочее. Можно выделить, конечно, Новосибирск, да, современный комплекс. В Ростове, да. Отличный комплекс Виртул-Экспо в Ростове, да. Вот это, пожалуй, самые яркие примеры на сегодняшний день. В Питере строится новая площадка, да, помимо Лен-Экспо. В Москве тоже есть достаточная инфраструктура. Но, к сожалению, в большинстве региональных центров все-таки эксплуатируется до сих пор инфраструктура советского периода. Да, да. Примеров хорошего строительства выставочных центров, так как их современного уровня, очень немного. Согласен, согласен. Приходится довольствоваться тем, что есть какие-то концертные залы, спорткомплексы, часто не приспособленные именно для выставочной деятельности. Это тормозит развитие, да. Да, например, конкретно ряд индустрий напрямую зависит от инфраструктуры выставочного комплекса. Прежде всего, там, тяжелое машиностроение, например, да. Есть ряд технических ограничений. Нагрузка на пол, высота потолков, там, да. Подключение. Подключение, да. Все эти вещи просто тормозят развитие ряда индустриальных выставок в регионах. Нет инфраструктуры там. Хорошо, смотрите, на это мы повлиять можем, конечно, но очень опосредованно. Мы понимаем, что даже на примере тех же развитых стран, как правило, все-таки вопрос, выставочная инфраструктура, это вопрос, там, либо государства, либо субъектов. Ну, конечно, но сразу Германия на ум приходит, где выставочная деятельность субсидируется, конечно, государство. И 96% комплексов, по-моему, являются там... Ну, там, долевое участие, да, там, госсобственность, частная собственность. В любом случае, государство очень активно в этом процессе участвует, да. Потому что как раз понимает тот самый мультипликативный эффект. Ну, в общем, собственно говоря, это та проблема, на которую сложно повлиять, по крайней мере, в оперативном режиме. Что же, что можете сказать о тех проблемах и недостатках самой индустрии, на которые, собственно говоря, она сама может повлиять? Ну, прежде, да, вот... Договорим. Да, что еще можно сказать, вот, относительно господдержки, да, я знаю, что сейчас есть хорошая инициатива. Вот мы говорили о том, кто в выставках участвует, да, это общие были цифры, там, от 80 до 120 тысяч компаний. Но 70-80% участников выставочной деятельности – это предприятия малого и среднего бизнеса. И я знаю, что существует программа субсидирования выставочной деятельности и в Москве. Ну, в Москве сейчас там сложность с этим, насколько мне известно. Она есть везде, но она требует регионального софинансирования. Да. У нас она также работала на протяжении нескольких лет, но вот последний год, насколько я знаю, так как не выделено региональное софинансирование, она не работает. Да, в этом есть трудность, хотя инициатива хорошая. Да, и мы знаем, как другие государства поддерживают свои компании. Абсолютно верно. Когда итальянцы там оплачивают... Китай, Турция, Италия, да. И компании сами выбирают, какую выставку поддержать, да. На мой взгляд, это очень хороший механизм поддерживать не какую-то отдельную выставочную компанию, да, хотя тоже это не возбраняется, а участников выставки, которые сами свои деньги приносят тому, кто делает свой продукт лучше. У нас замечательный пример, у нас сегодня с вами в выставочном центре Вятка Экспо открывается выставка индийских товаров, которая как раз по программе субсидирования расходов на выставочную деятельность индийским правительством Индии, ну, собственно говоря, и организована. Да, да, яркий пример, конечно. Это вот хороший пример того, как продвигается экспортный потенциал страны. Чем лучше себя ощущают игроки рынка, компании, которые на рынке работают, тем крепче государство, тем выше ВВП, там, ну, все логично. Вот все-таки о проблемах, на которые мы можем влиять. Ну, прежде всего, мы можем влиять на качество выставочного продукта. Ведь, несмотря на то, что я себя считаю выставочником, да, я не могу сказать, что неправильно, на мой взгляд, говорить, бить себя кулаком в грудь и кричать, что выставки – это лучший канал продвижения, ничего другого нет, да, в природе, а все остальное – это там так себе. Я так сказать не могу, я объективно смотрю на этот процесс. Кроме выставок есть и другие каналы продвижения, и нет компаний, у которых, например, ну, по крайней мере, приличных, да, у которых нет сайта в интернете, которые не звонят своим клиентам по телефону, не отправляют письма, не встречаются лично, да. В самом деле какая-то деятельность идет. Другое дело, что благодаря тем преимуществам, о которых мы говорили, выставки являются уникальным, незаменимым инструментом маркетинговой программы. Это что касается участников, да, вот такое дополнение. Что касается организаторов, выставка, выставки рознь все-таки. Я, как независимый эксперт, могу непредвзято эту ситуацию оценить. Все-таки, ну, и сами профессионалы это признают, это не секрет, в России выставок слишком много. Абсолютно верно, да. Взять ту же Германию, например, ну, нельзя сравнивать напрямую Россию и Германию, да, там другая ситуация, там проходят выставки мирового масштаба, у нас все-таки выставки в большей степени локальные. Даже если они считаются международными, все равно компании приезжают к нам в Россию для того, чтобы выходить на российский рынок. На выставки в Германии компании приезжают для того, чтобы выходить как минимум на европейский рынок, а часто и на мировой рынок, потому что пустители приезжают со всего мира, да. Здесь в России другая история. Начнем с этого. Ну, и качество выставок, конечно, сильно отличается. Выставки-лидеры, конечно, заслуживают внимания и заслуживают того, чтобы в них участие компании принимали. Но я не скажу, что в выставке нужно участвовать просто потому, что она проводится. Не скажу. Качество выставочного мероприятия... По каким параметрам надо выбирать выставку тогда? Конечно, имеет значение. Ну, мы начали с того, что выставки направлены на развитие бизнеса посредством привлечения и удержания клиентов. Количественный и качественный состав посетителей прежде всего определяет успех работы на выставке. Потому что если даже ты умеешь работать, делаешь все правильно, грамотно готовишься, оформляешь тенд и вышкаленный у тебя персонал. Но на выставке три человека, да, ну, вряд ли ты свое умение там полноценно можешь реализовать. Поэтому, конечно, количественный и качественный состав посетительской аудитории. И здесь приятно видеть, что уже довольно давно в России, несколько лет, по-моему, с 2005 года существует институт независимого аудита, статистических показателей выставки. Многие выставочники активно этим инструментом пользуются и правильно делают, как еще доказать качество своего продукта. В чем, собственно, выражается качество выставочного мероприятия? Прежде всего, в количественном и качественном составе посетительской аудитории. Ну да, причем это ведь, по сути, идет все-таки ссылка на предыдущие мероприятия. Потому что... Ссылка на предыдущие мероприятия. Как доказать, да, что у тебя есть эти посетители этого статуса, этой географии, этих полномочий принимать решения, этого количества? Ну, плюс динамика, да. Динамика, конечно. Динамика по годам, данные прошлого года, плюс результаты предварительной регистрации. Многие профессиональные организаторы проводят онлайн-регистрацию посетителей и с развитием интернета. Да, вот мы говорим, да, там, все время упоминаем интернет, как такой альтернативный канал продвижения. Но сегодня я не считаю, что выставки должны считать интернет своим врагом. Отнюдь. Благодаря интернету сами выставки получили новый канал продвижения, более активный контакт с целевой аудиторией и возможность привлекать эту целевую аудиторию на свои мероприятия, убеждать их инвестировать время и деньги в поход на выставку. То есть интернет, по сути, тоже стал инструментом повышения эффективности самой выставочной деятельности? Конечно, конечно, конечно. Конечно. И компании, участвуя в выставке, на самом деле, сегодня, на мой взгляд, платят не только за 3 или 4 дня работы на стенде. Многие организаторы, получая заявку на участие в выставке и информацию о компании, размещают ее на своем сайте, рассылают новости по целевой аудитории. Так или иначе, уже информация о компании поступает к целевой аудитории. И, по сути, сегодня продается не только выставка в течение 4 дней, да, своя работа, но такая расширенная рекламная компания, которая включает и предвыставочный период, и поствыставочный период. Везде, где компания упоминается, в интернете, в пресс-релизах. Все это работает рекламным образом на участника. Ну, вот смотрите, мы, естественным образом, переходим от проблематики деятельности, да, и, собственно говоря, там, инфраструктуры к перспективам. То, с чего я начал свою программу, задав вопрос о том, что же будет с выставками, да, почему это трансформировалось или нет. Вот так же, как в начале 2000-х предрекали там крах выставочной индустрии в связи с распространением интернет-технологий, также точно сейчас говорится о некой трансформации выставочной деятельности в событийную, да, там, в ивент-индустрию. Это происходит и через превращение выставочной-ярмарочной деятельности в конгрессную, да. Вот, на мой взгляд, это более такая реалистичная перспектива, потому что это не смерть индустрии, а это повышение ее эффективности. Согласен, адаптация индустрии под новые потребности. Да, что скажете здесь, ваше видение того, ну, какими выставки будут, например, через 10 лет, вот, давайте ответим на такой вопрос. Попробуем, давайте, да. Что же сегодня заметно? Прежде всего, появился новый формат, ну, это нельзя назвать прям новым форматом, да, это, скорее, такой симбиоз конгрессно-выставочной деятельности. Конфекс он называется в мире, да, conference плюс exhibition, да, когда основным мотивом сбора профессионалов индустрии является конференционная программа, а выставка идет приложением. Может быть, не в таком объеме, как на традиционном формате выставочном, но, тем не менее, да, и это один из вариантов развития. Далее популярен, все более популярным сегодня становится такой микс-формат, да, ну, вот мы все время английским пользуемся термином, ну, потому что оттуда все инновации у нас в основном идут, да, формат совмещенный, когда, например, на той же конференции параллельно с живым участием люди сидят в зале, делегаты на трибунах, да, там, в президиуме выступают, но параллельно идет интернет-трансляция, и аудитория участников этой конференции на порядок увеличивается. Вот, грубо говоря, в зале 300 человек, да, а по интернету за конференцию из разных уголков страны и других стран наблюдают еще 3000 человек, да. Вот такие форматы, я думаю, становятся более востребованными, да, в связи с чем? У людей, на самом деле, становится меньше времени на посещение живое мероприятие, все меньше времени могут себе провести, позволить на мероприятии, поэтому индустрия будет подстраиваться, с этим ничего нельзя поделать, да, жизнь ускоряется, люди становятся все более занятыми, конечно, печально это говорить, да, выставочник. Ну, что же за мир-то такое, перемещаемся все быстрее, а времени все равно ни на что не хватает. Информационное поле становится более насыщенным, мы быстрее меняемся, сейчас уже там вот, да, по сравнению даже с нулевыми годами, не говоря уже о 90-х, да, уже мы сильно изменились. Все ускоряется. Все меняется, действительно, все ускоряется, никогда, к сожалению, программа завершается, с удовольствием продолжим бы еще разговор. Мы на позитивной ноте завершаем, конечно. Я хотел бы вот что сказать, смотрите, мы с вами тоже в самом начале говорили о том, что пока люди хотят встречаться, вот пока в них есть эта потребность, выставки будут существовать, но я уверен, что выставки будут существовать, я вас спросил, до какого момента, так вот пока психология людей заключается в том, что непосредственные какие-то решения они принимают, как правило, только после того, как сами в чем-то убедятся, сами что-то потрогают и сами увидят того человека, с которым им предстоит работать, вот я думаю, что до этого момента выставочная индустрия точно будет. Согласен, ну, люди, социальные существа, они заинтересованы в общении, да, они без этого не могут обойтись. Ну, а коммерческая деятельность действительно построена во многом на доверии, а доверие строится на личном контакте. А уж в России особенно. А в России, может, это можно на 2 или на 3. На этом и закончим, что называется, до встречи на выставках. Это была программа «Слово о деле». У меня в студии был Николай Карасев, генеральный директор агентства выставочного консалтинга «Экспоэффект». Спасибо, Николай. Спасибо и всем успехов на выставках. До свидания. «Слово о деле». Авторский проект Андрея Усенко на 101FM.